здравствуйте друзья света здравствуйте друзья вот здоровенький булы мы движемся на сан-франциско и по дороге хотели поговорить на некоторую тему давайте я предысторию некоторую расскажу вчера мне в скайпе один из наших зрителей сбросил ссылку на видео там 12 минут разговор и видео это так в такой веселой легкой форме было посвящено вот так называемым миллениал это ребята которые вот там девяносто четвертого года и старше рождения вот они молодые и всякий опрос там который проводится пытаются демографию там понимать какие тенденции и так далее получается такая история что даже если они хорошо зарабатывают у них в жизни нет удовлетворенности работой семьей вообще вот как-то так вот они вроде даже успешные бывают миллениал это но если 94 год то скажем там не 20 23 до 22 23 вот молодые хотя вот наши с тобой внучки тоже попадают так вот это получается да но суть старшая точно попадает и вот они как бы уже жизнь вступают понимаешь они заканчивают университеты они начинают работать и вот там дальше начинается огорчение всякие и он пытается автор этого видео пытается понять что что происходит вообще выясняется что для миллениал очень важно какое-то воздействие на мир оказывать да то есть они неравнодушны они хотят чтобы мир был лучше и они хотят влиять на этот мир хорошим плане но с детства им внушали что они очень такие вот тоже как раз спешил до особенные и что все что они все чего они в жизни хотят добиться все это возможно все это вот рядом вот только вот протяни руку и они привыкли что все чего они хотят им в готовом виде преподносится со стороны родителей то есть они не бывают откуда берутся вещи всякие плюс это поколение людей которые как бы такой суррогатной жизнью живут вот с фейсбуками с чатами с форумами с какими-то вот instant messaging там и так далее и у них нормальное общение человеческое которое за всю историю человечества складывалась у них это это общение нет не просто опосредуется техническими средствами а подменяется техническими средствами там нечего опосредован там нету ничего потом может в день там отправить несколько сотен там каких-то сообщений на воду пишут хай да и ничего нет больше пустота потом пришел домой после работы он даже зарабатывает хорошо а пришел а поговорить несколько и не нужен никому и вот у них отношение к семье там и тогда это много проблем социально и вот я свете рассказал вот так такие проблемы да а потом он на работу приходит да вот университете учился приходит на работу и выясняется что он в общем-то никакой не особенный но он как все вот я когда смотрю девочки все принцессы да вот сколько девочек там столько принцесс если ощущение вот этой своей принцессности сохранится там до двадцати трех четырех пяти восьми тридцати там и так далее то этот человек не сможет вписаться в нормальную жизнь в реальную жизнь в реальной жизни все принцессы ты не одна такая в общем как бы да вот получается разрушается стереотип поэтому нет удовлетворения потому что ты сталкиваешься с реальной жизнью и выясняется что для того чтобы влиять на мир надо надо иметь квалификацию надо иметь сколько-то опыта надо надо время потратить силы потратить а они хотят быстро они хотят сегодня их вырастили так что все что они хотят можно сегодня она откуда-то должно взяться вот мы без светлане так пересказал содержание вот так же как вам сейчас пересказываю и света у тебя аукнулось что-то я вот думаю что это же проблема она существует да то есть мы сейчас проблему констатировали ну да и вопрос в том хорошо да проблема есть а что можно сделать в смысле того что чтобы этим детям все-таки шлось немножко легче да они не падали вот строна уж так низко тогда ниже в саму оценки да дело в том что в прошлые времена в тяжелые времена когда было холодно и труд был сельскохозяйственный детей не было никакого специального воспитания вообще родился чуть начал ходить я переверну на дорогу да и работаешь и работаешь да а куда путеваться и маленький там соломинки подносили и там маме помогали девочки и как-то у всех были какие-то свои роли младших воспитывали до наших воспитателей то есть как бы в основе воспитания лежал просто домашний труд а труд неплохой воспитатель труд очень хороший воспитатель да ну что я вижу вот сегодня конечно именно домашний труд конечно отсутствует то есть напрочь и что такое там за собой постель убрать это вопрос не стоит но сказать что например дети совсем не трудятся я не знаю вот как сейчас дела обстоят в россии да или там в украине странах бывшего саля но то что я вижу у нас но наверное это иммигрантская среда потому что родители в этом смысле немножко чокнуты да больше чокнуты чем американцы поэтому на них трудно ориентироваться как пример да вот как обобщение некоторое а в чем чокнут сейчас скажу что вот наши эмигрантские дети они очень заняты они все время трудятся чем они заняты они ездят на бесконечные какие-то секции с одной стороны их вроде бы там развлекают то есть это дети как бы они теряют умение развлекать сами себя потому что здесь они играют в теннис тут они занимаются рисованием здесь они лебеды спустили на и вроде они все время какой-то активности вроде бы они даже трудятся но это активности как бы если они открыты до такой активности они с удовольствием доходит вот они же это фан кто-то лепят что-то или рисует что-то они фан это им не так трудно это и приятно это тоже трудно это не изнуряющий какой-то труд а и они в общем то что такой делает более того если это например ребенок будет какие-то спортивные секции очень там чего-то добиваться то он должен попотеть чтобы там куда-то пробиться и в соревнованиях хорошо выступить то есть у него есть понятие что ничего просто так не дается все-таки нужно попотеть и потрудиться но все-таки все-таки это не такой труд который был раньше направлены на выживание и дети превращались взрослых с менталитетом того что без труда не было лишь рыбку из пруда у этих детей все-таки секция немножко artificial знаешь что но вот сейчас смотри что получается вот действительно каждому ребенку дают какой-нибудь кубок вот он где-то там пробежал пришел третьим с конца а ему кубок или какую-то грамоту поощрительно вообще с одной стороны подать это как бы позволяет сохранить его чувство от огорчений там и так далее тема какой-то кубок далее но с другой стороны это обесценивает абсолютно достижение реальное если ты можешь не будучи чемпионом не будучи сильным не будучи успешным получать какие вот эти вот суррогатные понимаешь речь идет о подмене реального суррогатным я тебе вот что хочу сказать даже на нашей памяти я помню прекрасно свое детство в моем детстве не было принято хвалить детей наоборот я слышала когда например меня какие-то папины друзья хвалили за что то папа говорит ну ладно ладно захвалите перехвалите вот то есть как бы считалось что ребенка хвалить не надо потому что если он слишком захваленный то у него он лишится каких-то вот таких пробивных качеств которые позволяют ему чего-то он не будет сфокусирован на результате я буду только сфокусирован на том что больше попал значит это вопрос серьезный очень там и где граница между тем что с одной стороны ребенка не надо хвалить а вот не надо хвалить тоже сразу одновременно с этим идет и унижение не считаться там с личностью ребенка и со всеми делами это как бы это это раздурим некоторые да 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 но они по одну сторону шкалы да а по другую сторону шкалы это не сильно за малейшее достижение давать кубок а хвалить а где-то и перехваливать да ну то есть гномить это одно а допустим перехваливать другое то есть это две противоположные шкалы но вокруг одного и того же события мы же хотим чтобы у нас все таки где найти разумный компромисс это отдаётся фактически наводку бродить вот я тебе скажу родителям вот я захожу в класс да у меня сидят люди ну там разных возрастов ну вот я не видел чтобы допустим человек которому 50 сидел бы там и тексту во время урока такого не видел но люди скажем ну начиная от 18 летних там до скажем 35-летних могут совершенно спокойно сидеть на уроке особенно те что помоложе и там чего-то тексте там куда-то то есть вот он сидит на вот мы вот мы вот есть педагог есть там люди в классе есть реальное живое общение это не суррогат это это реальная жизнь он в это время чего-то там такое тексте понимаешь и общение суррогатное для него становится выше дороже ценнее потому что он на самом деле суррогатного общения он большой герой а в классе чтобы быть большим героем понимаешь это надо еще что-то такое приложить вот чтобы в реальном мире сады я когда вижу вот этих вот которые в классе я я на них цикл и там очень я сначала предупреждаю что отвлекаться нельзя и других отвлекать нельзя понимаешь он же не просто сидит а вы вокруг него еще там пять человек которые видят что этим занимаются и это хотел я объясняю потом начинал там вы ругаемся на них там и цикл и так далее но вопрос чем он при этом думает что у него какие-то права отняли что у него есть право прийти и вот нам нам в рожу демонстрировать что мы вторичные подожди вот мы здесь собравшиеся люди очень деньги заплатил где реальная жизнь то у него на что получил в девайсе или вы тут на самом деле вопрос уже другой совершенно да то есть первый вопрос мы как бы сказали да про вот навешивание там то ли гнобить человека то ли делать из него принцесса да или принца но это уже совершенно отдельный вопрос и он тоже интересный потому что есть некоторая реальность в наше время такой возможности не было текстить до кого-то текстите чувствовать себя большим героем а сегодня она появилась это часть реальности человек идет естественным образом пути наименьшего сопротивления если у него нормальной жизни в общении какие-то пробелы ведь я вспомню наше детство да как и нашим сануга детства но тем не менее у нас после школы когда была хорошая погода сделаешь быстро уроки во двор и во дворе целая куча таких же детей и чем-то мы там занимались кто-то там скакалки прыгали мяч играли кто-то читал книжку кто-то что-то рассказывал было много детей было много общения сегодня я не знаю вот даже как там уезжали наша . маленькая была не было еще девайсов но тем не менее и вот этого общения во дворах тоже было меньше существенно существенно меньше то есть вот наша дочка вам и уезжали уже и было 11 лет были редкие моменты когда с подружками куда-то там ходила в соседний дом там или что-то такое но это было не сравнить нашим детством когда мы проводили все время на улице нет они во дворе мало времени плана значит уже получается так если ребенок не общает ну гости приходили конечно по сравнению с нашим детям когда каждая свободная минута она была заполнена общением с кем-то уже у нашей дочери этого было значительно меньше хотя девайсов тоже не но они же все-таки в школе еще много общаются и тогда мы общались более менее после школы у нас было другое потом все они они что-то и школы сходили на секции вот мы жили баска полно секции что получается сейчас то есть было явно на глазах тенденция когда жили вообще в деревнях то вообще вся деревня был вообще один большой дом все знали что друг у друга происходит и вообще проблем вообще не не было запросто можно зайти в любую дом постучать без естественно звонка без звану без замков без звонков и просто пообщаться то есть мы видим что просто жизнь меняется в ту сторону что даже без девайсов общение между людьми становится меньше но я уже если ты живешь в городе но учитывая что еще и появляются вот эти и проблем у человека становится меньше общения с другими людьми но поскольку проблемы вообще не существует хопа на помощь приходит как раз эти девайсы и получается компенсирование недостатка живого общения вот этими девайсами эта проблема с которой так легко не поспоришь если мы говорим о воспитании что семье лежит там возможности ребенка так направлять или так направлять с этими девайсами очень сложно ты не можешь конкурировать со всей страной когда у всех девайса когда можно послать текст месяц и сказать то есть ребенка не общайся или есть фейсбук где они всем классом а ведь мы на самом деле как родители но я я в данном случае как дедушка и бабушка там абсолютно но все-таки когда ребенок маленький ты с ним куда-то пришел и чтоб дать чтобы отделаться от него ты сунул ему этот девайс и он сидит там свои два года или в полтора понимаешь и смотрит какой-то мультик или какую-то я не знаю там фигню книжки листали да но книжка ну хорошо но они здесь тоже читают они на самом деле вот очень самостоятельно они могут читать книжку вот я вообще тянулась и давай мы вернемся мы мы приучаем их к девайсу мы приучаем но это неизбежно ты не можешь не приучать потому что они пользуются уже компьютером для выполнения домашних работ вот если у Саши возникает вопрос как двухлетних приучаем мы в коляску кладем понимаешь мы им суем этот девайс просто чтобы они были заняты и не теребили теребенька и родители а потом мы говорим а что же они все время в девайсе даже если ты будешь супер родителем и там до пяти семи лет не будешь ребенку давать телефон чтобы он мог играться вот скажешь нет все в нашей семье это табу и будешь заниматься ребенком сколько нужно заниматься сколько времени это у тебя занимает то тем не менее все равно пойдет в школу все равно он приобщится к этому ты никуда от этого не денешься с тем что ты его отсрочишь это не решение вопроса понимаешь нам в школе до пятого класса не разрешали часы одевать часы носить ну послушай не надо уже так знаешь это судить что вот в наше время сейчас мы либо я не пытаюсь перейти от для примера просто конечно сейчас общение становится меньше я тебе приду пример что когда мы приехали и у меня вот была такая ассоциация я еду на работу у нас вот как сейчас дивная погода практически круглый год не давки в общественном транспорте сидишь в своей машине тебя включил кондиционер замечательное а вот настроение все заключением того что вот нет этого самого общения так и второго ехала и общалась не в трамвае нет но у нас были когда хорошая была погода и мы с работы шли домой то выходили всем там нашему лаборатории да и шли до метро а потом погода хорошая и это было и возвращаешься домой уже в 10 часов вечера все ноги отбил себя но вот это и было содержательной частью это было то что вот приносил удовлетворение хорошее от общения я хочу сказать что когда света вот это вспоминает там была тонкость 1 дело в том что в свете этой жизни это происходило в основном когда она была аспиранткой и до метро она ходила в там в компании других аспирантов во главе которых шел там небольшой большого интеллекта и такой человеческой привлекательности в этом дело в начале было общение было интересно смеялись шутили разговаривали а здесь сел на машину действительно пешком никто не ходит и пешком пройти а каждый у кого если взрослого то своя машина даже куда-то доехать да вот мы едем на двух машинах то есть опять ты иллюминируешь общение только исключаю мы же по-русски теми людьми которые помещаются в одну машину если не влезают тогда уже все ездят на своих машинах поэтому это часть нашей реальности и вот как в этой реальности все таки не потерять живое общение заменить его как вот давай теперь как я же тебе не могу ответить на этот вопрос я что же а то есть мы фактически постановкой вопроса занимаем нет на самом деле этот вопрос безумно сложный больше разговаривать пытаться наладить крут контакт с детьми показывать им что чувства эмоции которые можешь передать при живом общении что они ценны что какие-то вот такие вот вещи сложно очень я не могу тебе так сказать что палочка выручалочка получается знаешь что получается знаешь что что воспитывать надо самих родителей а не детей потому что родители пытаются исключить сложности из жизни детей и они им говорят все просто ты такой исключительный тебе все положено понимаешь этот entitled тебе все положено а потом ребенок сталкивается с реальной жизнью нет это безусловно и как не и его не значит получается такая штука зная уже заранее знаю вот ребенок родился а также еще и не родился а ты уже знаешь что ему придется сталкиваться с реальной жизни и в реальной жизни кроме тебя лично да как родители никто не считает что он абсолютно исключительный и никто не считает что надо ему все дать потому что он этого хочет сейчас мы сейчас зачерчиваем некоторую гибкую границу в поведении родителей которые с одной стороны должны уважать личность ребенка не гномить его делать так потому что папа так сказал мы должны смотреть дать ему свободу личности а с другой стороны все таки не баловать его не давать ему возможность зависнуть в суррогатном каком-то мире иллюзорном мире а все-таки говорить ему есть реальный мир как как-то вводить его в какое-то я не знаю взаимодействие с этим реальным миром например например если ребенок поехал на лето в канянский лагерь и там на месяц вот как мы ездили это же реальный мир так и в этом реале там и снова это жестокий то чтобы же закидоки но он реальный света вот он такой как он есть он реальный иногда он не симпатичный бывает смотря куда попадешь конечно бывает я ездил с первого класса это это не всегда дети там прижимают в особенности домашние да теперь но вновь так так и будешь домашним теперь смотри что получается есть например можно заниматься спортом но можно спортом заниматься для здоровья а можно спортом заниматься там скажем более-менее серьезно если заниматься более-менее серьезно но это школа жизни не нужно быть чемпионом но заниматься серьезно не просто пришел там помахал ракетка или там попрыгал там или боксерские перчатки надел там по груши подолбал знаешь а вот ты выходишь на ковер или ты выходишь на ринг понимаешь ли ты там дубасишь кого-то чтобы дать а он тебя этим приобщиться к реальному миру вот в том мире в котором ты можешь его приобщить и артифишал миру где-то не к искусственному где для него создали секцию вот в секцию он пришел время правит был его позанимали там ему весело ему хорошо он опять же чувствует себя совершенно не не неподражаемым принципу принцессы пешим дарвали в какую-то реальную жизнь да были какие-то трудовые лагеря трудовые коммуны как трудовые ну да было была возможность как бы оказаться в коллективе там брали студентов студенты так общались много но в принципе когда ты там в колпозе общаешься день там карточку подбираешь это не такое общение как вот допустим за студенческой скамье это правда но в данном случае мы про родители говорим родителям конечно на них в условиях того что появляются всякие маленькие вот эти устройства которые вроде бы облегчают жизнь родителей вот бенштейн поставил ребеночку 6 месяцев он играет целый день передача сидит и слушает вот там картинки я думаю что в шестимесячном возрасте ребенка еще не развратив да но я думаю что это вредно тоже потому что не может быть мой общение значит все таки возвращаясь к практическому значит как родитель да вот допустим если у меня был была лялечка маленькая я подумал как вот эту лялечку ввести хорошо в жизнь я бы сказал надо лялечку вводить в такие места и приобщать к таким видам деятельности где это лялечка взаимодействует с другими людьми это может быть спортивная секция это может быть допустим какой-то кружок там я не знаю где они рисуют или например литературный поэтический от талантов печки зависит но во всяком случае это должно быть место где есть люди вокруг вот не взрослые не такой один на один некоторые соревновательные но опять есть есть люди у которых психика такая что эта соревновательность их прибивает тогда не надо сына тогда может быть как-то по-другому но но понимаешь если человек мог бы соревноваться а мы его всеми этими кубками данные ни за что понимаешь мы убили в нем желание реально за что-то бороться тоже плохо то есть конечно каждый дети разные мы должны по-разному смотреть но вот какой ребенок у тебя есть вот такой какой он есть значит ты думаешь как его безопасно используя для тела ввести в мир есть другие люди где нужно с ними взаимодействовать где нужно учитывать интересы других людей где нужно понимать что они такие же спешил да такие же исключительные как и ты вот эта фраза фраза замечательная юар юник из и не баде дэлс понимаешь ты уникален как и всякий другой это правда но это вот интересно у саши школе в общем-то им так и говорят да то есть я очень удивилась у нас саша такая очень общительная девочка я думала что она сливается с коллективом у нее всегда много друзей она всегда в центре она всегда вот со всеми готова помочь и мы все и когда я у нее спросила чувствуешь ли ты себя частью коллектива или ты чувствуешь что-то другая не такая как они все она говорит а у нас каждый сам по себе у нас каждый каждый другой но вместе как группа это замечательная группа сложный вопрос не думаю так что мы сейчас вот так лихо раз раз я думаю свет я думаю что мы сделаем что-то полезное если ребят которые нас слушают родителю которых маленькие детки или еще может быть нет деток но потом появится если они задумываются на тем как вот ему например с этим иметь дело то есть чтобы суррогатные вот эти вот устройства деба девайсы суррогатное общение суррогатный успех понимаешь в жизни не не вытеснили человека на обочину вот туда где реальной жизни уже нет а вот только там а обочина реальная жизнь вот мы едем по хайбэй мы уж не по обочине едем правда вот хотя конечно можно спрятаться искать вот я тут один еду и вот я садят царь царь хайбэй там понимаешь там но ну да ну что за радость а так мы участвуем в общем движения проблема это очень сложно и конечно может быть даже какие-то ну вот школьные учреждения должны на эту тему как-то более профессионально задумываться даже родителям не потянуть такую проблему это не заботишь не потянуть если они не будут ничего делать это не конечно делать безусловно то что родители могут делать они должны понимать что проблема то есть и что запрет например наношение вот этих вот девайсов эти гаджетов это не решение проблемы того что ребенок не будет общаться он найдет себе способ не но подожди ты можешь его в семь лет запретить его в 14 не может быть в том-то и дело я говорю что система запретов здесь не работает система разумного пользования да что например текст месяц нужно для того чтобы целый день и чататься со своими друзьями для того чтобы вы в состоянии emergency сказать мама но нет давай так давай так мы не будем определять для чего это нужно это это не наше совершенно дело но вопрос вот чем это не должно заменять реальные жизни и я думаю что вот так если мы еще раз вернемся к тому как как надо было родителям было к этому подходить вот с моей точки зрения надо дать возможность ребенку быть успешным в реальной жизни тот кто успешен в реальной жизни цвета не променяет реальный успех на суррогат понимаешь вот вкусить вкусить радость победы радость достижения вот это понимаешь а под и тогда тогда ты не можешь не опасаться за своего ребенка если у него есть чем заниматься цвета он внимание не обратит на этот текст и почему он там сидит потому что у него в реале ничего нет если бы у него в реале что было что-то он бы его выключил этот девайс или поставил бы там на вибрацию понимаешь если я например занят да хоть кто там но я я же должен что-то закончить у меня есть чем заняться поэтому получается такая штука они ушли из реала в реале для них не осталось ничего потому что реал это огорчение в реальном мире сплошное огорчение ты не ты никакой не особенный понимаешь тебе никто ничего не несет вот когда ты уже повзрослел немножко и за все надо бороться и ты не хочешь бороться это абсолютно противоречит твоему представлению о жизни по его ты уходишь это то же самое то же сам люди уходят в алкоголь люди уходят наркотики люди уходят я не знаю в любую сегодня вот это конечно 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 да это из той же области в этом фильме кстати тоже там на эту тему там была фраза там или две что вот вот тебя пожалуйста конечно дешевле слушание не стоит ничего совсем не вредно конечно не разу тебя не разрушает и в больнице не окажется ладно друзья давайте мы закончим вот на чем света может быть ты поддержишь меня в этом значит мы закончим тем что реальная жизнь вот такая какая она есть со всеми и огорчениями трудностями победами неудачами реальная жизнь сама в себе абсолютно прекрасно и она стоит того стоит того чтобы в ней преуспеть да то есть потратить силы и энергию чтобы быть успешным в реальной жизни вот вместо того чтобы найти себе какое-то какую-то замену успеха в реальной жизни найти и где-то на стороне алкоголя в наркотиках в цифровых вот этих вот технологиях там это ключевая которая тебя уводит от реала смеет детям это да вкус вкус к реальной жизни конечно тогда его не собьешь никакими компьютерными конечно вот то есть вот мы светом мы идем с тобой по лесу собираем грибы допустим ребенок с нами ну 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 думаешь об этом мы идем собираем грибы ребенок в это время там тексту и преследить есть но вот что беретом и на рыбалке сидит сейчас сказала у меня отклик возник получается полноценное общение внутри семьи полноценное доверительное полноценное где ребенок себя чувствует защищенным и услышан да позволяет создать эти условия при которых вот он вырастет и будет получать вот это же общение других людей да потому что он знает что это есть он и он стремится к тому что он знает что есть они к тому что вот где-то там нечем заняться и он чатается там с вас ну что же вот на этой высокой ноте друзья мы и оставляем вас на хайвее ведущим город сан-франциско счастливо а